Здарова, с вами Каска. На ваше мнение, какая самая распространенная проблема среди ПК игроков? Конечно же, вылеты на рабочий стол. С ошибками или без. Существует просто масса причин, по которым может произойти такая вот проблема. Я постарался выписать все решения проблем, которые случались у меня, либо у моих друзей. Как обычно, начнем с вами с мелких ошибок и перейдем к самым глобальным. Для того, чтобы выявить решение, нужно найти причину, из-за которых происходят вылеты на рабочий стол. Первый пункт. Это аппаратные проблемы, связанные с нехваткой оперативной памяти, с перегревом процессора или видеокарты. Также само бывает то, что слишком малый объем файла подкачки. Если с оперативной памяти все понятно, просто смотрите на системные требования игры, в которой происходит вылет, и при явной нехватке ОЗУ добавляете еще одну плашку. А вот с файлом подкачки все немного по-другому. По сути, есть два варианта. Первый, мой самый приоритетный, это ставим галочку на размер по выбору системы. И второй. Тут главное не переборщить и не сделать меньше, а найти, так сказать, золотую середину. Для начала поставьте исходный размер 16000 и максимальный размер тоже 16000. Нажимаем задать и окей. Тестируете, играете, проверяете. В будущем можете подстроить уже под себя. Допустим, поставить по 8000 или вообще по 6000. Теперь по поводу перегрева процессора и видеокарты. Загружаем на официальном сайте MSI Afterburner и ставим галочки на температуру ГП, ЦП, их загруженность и объем ОЗУ. Перед каждым входом в игру запускаете программу и мониторите в реальном времени температуру ваших комплектующих. Второй пункт. Это программные проблемы. Для начала нужно узнать, у вас лицензионная версия игры или загружена на пиратских сайтах. С первым вариантом все понятно, а вот со вторым может быть множество проблем. Насколько надежный пиратский сайт? Если тот же рутрекер, то окей. У меня с ним никогда не было проблем. Если же какой-то ноунейм со странным названием сайта, описанием и так далее, то лучше всего, наверное, переустановить в инду. Также самообращаем внимание на репак. Лучше всего загружать от более известных челиков. Проблемы с совместимостью. Многие ее решают самым простым способом. Нажимаем ПКМ на приложение с игрой. Совместимость. Ставим галочку на запустить программу в режиме совместимости. И выбираем допустим Windows 7. Здесь же ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Честно признаюсь, способ совместимости мне никогда не помогал. Если вы, как и я, играете в старые игрушки, то иногда для их работоспособности необходимо установить Direct Play. Нажимаем поиск и пишем панель управления. Переходим на программы и компоненты. Слева нажимаем включение или отключение компонентов Windows. В открывшемся окошке опускаемся слегка вниз и находим компоненты прежних версий. Нажимаем плюсик и ставим галочку на Direct Play. Проблемы с драйверами видеокарты, либо с чипсетом. С видеокарты все намного проще. Заходите на сайт AMD или Nvidia, вбиваете модель вашей видеокарты и загружаете драйвера. Установку пока не делаем, а нажимаем поиск, пишем панель управления, переходим на программы и компоненты, опускаемся чутка вниз и находим драйвера вашей видеокарты. Если у вас видеокарта от Nvidia, то просто берем и удаляем поочередно все 5 приложений с названием Nvidia. Если от AMD, то ищем Radeon Software. Также само удаляем и делаем перезагрузку вашего ПК. После того как ПК включился, делаем установку только что загруженных драйверов. Теперь по поводу чипсета. Если вы его обновили, допустим, через программу Driver Pack Solution, и после этого начались проблемы, как это было у меня, что даже винда не загружалась, пришлось носить полностью. Если винда у вас загружается, можете попробовать удалить или откатить версию вручную через диспетчер устройств. Если не получается, то можно его как раз таки и обновить. Как это делается на Intel, я хз, а вот на AMD проще простого. Пишите в гугле, допустим, B550 чипсет. И самая первая ссылка AMD.com. Переходим на нее и загружаем наш чипсет. Все это обновляете и перезагружаете ваш ПК. В крайнем случае придется сделать откат системы, а лучше всего переустановить винду. Перед тем, как расскажу более редкую проблему, которая у меня произошла не так давно, я скажу одну самую главную вещь. Все остальные решения проблем это просто детский лепет, которые если и помогут, то только тому, кто засрал всю реестровую систему. Запомните, в любой непонятной ситуации я советую делать следующее. Загружаем оригинальную версию Windows 10, допустим, на официальном сайте. Делаем установку винды с полным форматированием всех жестких SSD дисков, для того, чтобы был у нас чистый реестр, без вирусов, без ошибок. Как запустилась система, загружайте все последние обновления для той же Windows 10. После этого качаете репак и проверяете. Если до сих пор вылетает, загружаете репак от другого челика. Если уже и там вылетает, то проблема, скорее всего, в ваших комплектующих. Допустим, тот же самый жесткий диск. У них есть такое свойство, они могут как долго жить, так и быстро улетать на помойку. Все, лучших вариантов, чем перестановка винды, просто не существует. Третий пункт. Разгон комплектующих. Если вы разгоняли ваш процессор, делайте сброс настроек биоса. Залетаете в игру и проверяете. Если все нормально, делаем просто более щадящий разгон. Если же нет, то переходим к видеокарте. Вот как раз таки эта проблема, которая случилась у меня не так давно. Я делал андервольтинг. На 1860 МГц по ядру поставил 0.950 мВ. Тесты все проходило без проблем. А вот уже в играх спустя 30 минут происходил вылет на рабочий стол без ошибок. Недолго думая, я сбросил настройки видеокарты и зашел проверять. Естественно, моя проблема решилась. После этого я снова зашел в MSI Afterburner. Для того, чтобы сделать в очередной раз андервольтинг. Я не стал добавлять power limit и так далее. А просто на 1860 МГц поставил 0.975 мВ. То есть прибавил буквально 0.025 мВ. Уже играю неделю, часами все отлично. Нет вылетов и нет никаких проблем. Вы же можете сделать наоборот. Попробовать, допустим, убавить частоту на ядро. Если у вас 1350 МГц, то можете выставить на 1300 МГц. Либо же прибавить power limit на плюс 5. Если ничего не изменилось, то ставим плюс 10. Чаще всего это помогает. Только будьте внимательны. Ваш блок питания должен быть как минимум недешевый и с хорошим запасом. Также само забудьте о переходниках с Molex на 8 пин, SAT на 8 пин и так далее. Только PCI шнур от самого блока питания. Тогда многие ваши проблемы просто исчезнут. Как-то так. Если ролик вам понравился, если было интересно, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. До скорых встреч.